Всем привет! Меня зовут Лиза, и я обожаю квизы! Готова стать бакалавром, магистром и профессором Югорики? Каждый из вас прямо сейчас может квизить с нами. Кто играет с нами? Наша команда! Вик-вик! Дружба! Женщины Югория! Удача! Варгулы! Снадцати оптимисты! Мы команда Динамир! Команда Миросовцы! Конечно же я волнуюсь, но и задачку они придумали. Я очень сильно волнуюсь, это моя самая первая съемка, поэтому я очень сильно переживаю. Правила книжа. Пять раундов. Родители и учителя могут присутствовать на съемках. Можно пользоваться посторонней помощью и делиться друг с другом хорошим настроением. Держись! Начинаем телеквиз! Шамаханская царица жжет сказки о рыбаке и рыбке. Да или нет? Нет! Была? Нет. Я считаю, что была там. Нет. Я считаю, что не было. А почему не было? Там рыба была. Нет. Нет. Посовещавшись, мы решили, что наш ответ – нет. Ведь шамаханская царица не жила в сказке о рыбаке и рыбке. Ваш ответ принят. Результаты узнаем в конце викторины. Продолжаем квиз. Ставь пропущенное слово. Мимо острова в царство славного Салтана. Мимо острова Макаровичев. Мимо острова Большого. Какая сказка? Ставь, как называем? Сказка. Хорошо, вспоминаем. Мимо острова Бьяна в царство славного Салтана. Это был остров Буяна. Это стихотворение. Буяна. 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 Буяна, да, Буяна, Буяна. Конечно, это был Буяна. Это сказка о Салтане. Мы посовещались и решили, что пропущенное слово – остров Буяна. Принято. Играем дальше. За какую плату согласился работать балда? Первое – за три селчка – попу. Второе – за похлевку – попу. Балда. Класские работники или балда? Треть селчка – полку и полку. Репещадка? А может за полку? За полку или полку? Полку или полку. Кашку. Поклевку или за трещадку? Кажется, селчка. Может за похлевку. Давайте за похлевку? И наша команда решила, что ответом является три щелчка по лбу. Ваш ответ принят. С нами квизят школьники из разных городов и поселков Югры. Югра, играй, пить, церки получай. Продолжаем квиз. В какой сказке Александра Сергеевича Пушкина было отравленное яблоко? Яблоко. Вспомните, да, где она съела яблоко. Спящая, спящая. А что она? Семь богатыря. Там точно было яблоко? Откуда оно там было? Оно было. Яблоко появлялось в сказке о спящей царевне и семи богатыря. Мертвое сказке. Мертвое сказке. Семь богатыря. Вот это сказка. Все вручно? Привет. А может, все-таки за ушко? Нет, за ушко точно нет. Моя команда решила, что сказка называется сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ваш ответ принят. Жадная старуха из сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина осталась у разбитого окна, крыльца, корыта. Может, все-таки у крыльца. Вышла и села. Да, она разбитая. Нет, я считаю, что она сидела около разбитого корыта, потому что она мечтала. А как она осталась у нас в воздухе? А так оно разбилось? Оно от времени было уже разбито. Пока старое, все старое. Я думаю, что она осталась у разбитого корыта. Она просила, мы вот я постоянно. Слышала, да? Слышала, да? Да, я такую тоже слышала. Я закоррю, я закоррю. В нашей команде разделились мнения, и был очень сильный спор, поэтому я боюсь сейчас как-либо неправильно ответить, но я считаю, что правильный ответ у разбитого корыта. Ответ принят. Стоп-квиз. Вопросы закончились. Вовремя проверить свои знания о югле. Шамаханская царица живет в сказке о рыбаке и рыбке. Да или нет? Посовещавшись, мы решили, что наш ответ – нет. Правильный ответ – нет. Шамаханская царица живет в сказке о золотом петушке. Ура! Ответ на пять. Стоп-пропущенное слово. Мимо острова. В царство славного салтана. Мы посовещались и решили, что пропущенное слово – остров Буян. Правильный ответ – Буяна. Мимо острова Буяна. В царство славного салтана. Ура! Отпять на пять. За какую плату согласился работать Балда? Наша команда решила, что ответом является три щелчка по лбу. Правильный ответ – за три щелчка по лбу. Да! Команда Квиз – держись. В какой сказке Александра Сергеевича Пушкина было отравленное яблоко? Моя команда решила, что сказка называется «Сказка о мертвых царевне и семи богатырях». О рыбаке и рыбке осталось у разбитого каюта. Молодцы! Квиз пройден. Лучшие вопросы пойдут в телеквиз. Продолжение следует... Продолжение следует...